Видео называется Импичмент. Трамп ушел, что ждет Россию, быть или... Опять какой-то, блядь, чувак в маске. Не здороваюсь. Знаете, мне кажется, если тебе в течение 20 лет принадлежит целая страна с ее богатствами, то удовлетворением твоих амбиций может стать только обладание еще одной страной. Ты когда-нибудь встречался с Путиным? Встречался один раз. Когда я был в Москве на Miss Universe, он связывался со мной, и он был очень мил. И я разговаривал непосредственно с президентом Путиным. У меня нет дел в России, я никогда не встречался с Путиным. Не встречался и не знаю Путина. Я не знаю Путина. Нужны еще какие-то доказательства связи Трампа с Россией? Да? А, ну окей. Вообще, вмешательство в выборы США в чем... Охуенные доказательства связи. То есть, блядь, что он в одном интервью говорил, что он встречался с Путиным, с другом говорил, что нет, не встречался, блядь. Да, ну все, пиздец. Теперь Трамп это агент ФСБ, блядь. Дима Трампов его зовут, на самом деле. Обвиняют Кремль. Мне не кажется чем-то беспрецедентным. Как говорится, ничего личного, просто геополитика. Тем более в современном мире, где благодаря интернету нет границ, где в одном Фейсбуке почти 3 миллиарда пользователей, было бы глупо не продвигать государственные интересы, как минимум... Блядь, кто эти 3 миллиарда долбоебов, это мне интересно. По-моему, Фейсбук совершенно не функционален, как социальная сеть. Блядь, какого хуя им пользуются 3 миллиарда человек, я не могу понять. ...через такие соцсети. Мы отследили ваши соцсети, вот распечатки, вы гей. Вольфич, я тебе говорил... Пиздец. Ничего не лайкать со своего аккаунта. Враги не дремлют. Вопрос лишь в том, осознает ли руководство нашего государства последствия таких действий для своих граждан, и способно ли оно минимизировать потери после того, как подробности таких махинаций выплывут наружу. Но, для начала, давайте разберемся, действительно ли прослеживаются связи между Кремлем и действующим президентом США. Рыболовлев был задержан в Монако утром, тогда же у него дома власти княжества провели обыск. По данным источника газеты, миллиардер подозревается в причастности к коррупции, активной и пассивной торговле влиянием. Да, торговля влиянием. Именно этим прославился русский миллиардер, владелец Уралкалия Дмитрий Рыболовлев. Например, в 2000 году... Ну да, но Монако это не часть США. Он начинает тесно сотрудничать с администрацией президента. Это он спонсирует предвыборную кампанию некого Юрия Труднева на пост губернатора Пермского края, а затем продвигает его на пост министра природных ресурсов. Но, как говорится, услуга за услугу. Так предприятие Дмитрия Рыболовлева уходит от штрафа, и государство недополучает, внимание, 3 миллиарда долларов от калийного магната. Они не удержались. Коррупция. Да, 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 да. У вас 20 лет по этому поводу неудержания. Кстати, Труднев был очень близок с Путиным, и в 2008 году ходили слухи, что... Да, США, Пермский край, видите, все связано. Глобус-то один. Именно Труднев станет преемником президента, а не Медведев. И вот, представляете, как бы выглядела сейчас Россия, окажись он на этом посту в 2008. Я не уверен, кстати, что именно Труднев станет преемником Путина. Да, почему музыка про Париж? Да, все то же самое было бы, но шуток про компота на этом канале было бы меньше. Но прежде чем рассказать, как связаны рыболовлю в Дональд Трампа, я предлагаю про чайку. Сейчас, одну секундочку, чайник поставлю. Блядь, пошла реклама. Так, секунду. Че там, какая отметка-то, блядь? Не люблю тайм-коды. Так, 4.15. Сука, рекламу чая хохлы вставили в свой ролик, блядь. Какого хуя? Ты ролик делаешь про Путина. Ты мог бы сделать какую-нибудь более изящную рекламную интеграцию. Глупый хохол, блядь. В 25%. Ссылка и промокод на скидку в описании под видео. Охуенно. Но вернемся к Трампу, который по странному стечению обстоятельств несколько раз приземлялся на самолете в тех же местах, где за час до этого приземлялся самолет вышеупомянутого миллиардера торгов со влиянием Дмитрия Рыболовлева. В 2004 году Дональд Трамп покупает особняк на Палм-Бич за 41 миллион долларов. Видите, этот торговец с влиянием, он как бы какого-то чувака сделал губернатором Пермского края, а Трампа сделал президентом США. Видите, какой влиятельный человек. В 2008 году он продан уже за 95 миллионов долларов. Все тому же Дмитрию Рыболовлю. Чтобы вы понимали, тогда это стало мировым рекордом по цене на недвижимость. И это в 2008, в разгар кризиса, который и был связан с недвижимостью, обесценивающийся пугающими темпами. Потому что там цены были, в тот момент, когда я покупал, ниже, чем в Подмосковье на Рублевке. У нас цены. Более того, российский олигарх заплатит за дом двойную стоимость, как выяснится потом, не проводя никаких экспертных оценок и даже не побывав там. И такая щедрость у многих вызовет подозрения, а не является ли такая покупка легальной взятии. Да, я бы тоже прикупил бы домик какой-нибудь в Юго-Восточной Азии, если бы деньги были. ...за определенные услуги или даже вербовкой, ведь об этом мало упоминают. Но Трамп пытался стать президентом еще в 2000 году, баллотируясь на этот пост от партии «Реформа». Мы собираемся защищать, в прямом смысле защищать бедных, больных наших фермеров. О, видите, отличный парень был, отличный. Так, пишет Ежа, но ведь реально приводятся факты вмешательства РФ в выборы, к чему это ирония. А посмотри, короче, хайлайт одного из моих стримов, где мы целую документалку смотрели про то, как, значит, Путин вмешивался в американские выборы, блядь. Какой-то целый документальный фильм мы смотрели на эту тему. А потом его как будто Вольфович покусал, честное слово. Или не только покусал, там, в общем, история мутная была. Но с тех пор он совсем изменился. У окружения Трампа также будут найдены связи с рыболовлем. Например, Уилбер Рос, третий человек в команде Трампа и министр торговли США. Он был одним из акционеров банка Кипр. Банка, вице-президентом которого являлся Владимир Строжиловский, сослуживец Владимира Путина по КГБ. А крупнейшим акционером банка Кипра является уже знакомый нам Дмитрий Рыболовнев. Да и вообще, этот банк номер один для российских политиков и бизнесменов, которые уходят от налога. Более того, сам Уилбер Рос признался, что в момент предвыборной кампании Трампа он встречался с российскими инвесторами. Однако о спонсировании предвыборной кампании речь якобы не шла. Но вишенкой на торте стало то, что дочь Трампа и его зять, который является первым в совет... Ну, проблема в том, что накануне предвыборной кампании, да, И вообще, в сам разгар предвыборной кампании, кандидаты в президенты, они много с кем встречаются. И много кто финансирует их избирательную кампанию, в том числе и за рубежа. Например, избирательная кампания Хилари Клинтон, она активнее всего финансировалась правительством Саудовской Аравии и Катара. Означает ли это, что Хилари Клинтон это, блядь, шпион саудовской разведки? Просто дело в том, что Хилари Клинтон, она во время своей избирательной кампании, она сделала определенное обещание Относительно того, что если меня изберут президентом, то я помогу, значит, нашему генштабу и нашему министерству обороны Дожать режим Асада и свергнуть алавитов в Сирии, и вообще мы будем бороться там с шиитским подпольем, там со всякой хазбалой Будем их всячески уничтожать, там, да, и как бы свергать вот эти режимы, значит, на Ближнем Востоке. Ну, Саудовская Аравия и Катару это очень понравилось, и они начали вбухивать кучу денег Непосредственно в избирательную кампанию Хилари Клинтон, а также на счета организации, которые занимаются всякими Компаниями в поддержку Хилари Клинтон и компаниями против Трампа То есть на это было вбухано огромное количество денег, и на эту тему, кстати, тоже есть расследование Только почему-то про них сейчас все забыли Означает ли это, да, означает ли то, что как бы избирательная кампания Хилари Клинтон финансировалась правительством Саудовской Аравии Что Хилари Клинтон это вот агент, агент, значит, саудитов Что она им продалась с потрохами, и все, как бы она шпион Советникам президента еще и отдыхают на яхте, все того же рыболовлива, короче То есть даже если из России финансировалась избирательная кампания Дональда Трампа Это капля в море по сравнению с тем, сколько денег там отдали израильские бизнесмены на избирательную кампанию Трампа Американские представители крупного бизнеса Потому что они понимали, что Трамп, в отличие от Хилари, он не собирается налоги поднимать И так далее, и так далее То есть, ну, Россия просто небогатая страна В России нет столько денег, чтобы, блядь, финансировать избирательную кампанию Дональда Трампа В том же объеме, в каком это финансируется, и там, из США, из Израиля, там, из некоторых европейских стран Вот, ну, хотя в меньшей степени Там были южнокорейские бизнесмены, которые финансировали избирательную кампанию Дональда Трампа Означает ли это, что Дональд Трамп это шпион израильской, южнокорейской, значит, разведки? В течение у семьи Трампа с кремлевским решалой Я ж тебе чебурашка ссыкрываю, нос откушу Да не с этим кремлевским решалой На самом деле связи между Трампом и Россией действительно великое множество И в этом не было бы ничего такого, если бы Дональд Трамп не... Пишут, по этой логике Ленин не агент Германии Ну, Германия финансировала неизбирательную кампанию Ленина Руководство Генштаба дало Ленину и другим революционерам документы Для транзитного пересечения своей страны в пломбированном вагоне Это другое, это не то же самое, что финансировать избирательную кампанию Если бы Трамп, знаешь, в пломбированном вагоне через Россию ехал Тогда, я думаю, к нему тоже было бы еще больше вопросов Пытался их отрицать, но, как говорится, все ходы записаны Ты когда-нибудь встречался с Путиным? Встречался один раз А, так встречались Не встречался и не знаю Путина Ну все, встречался с Путиным, значит, агент ФСБ Это же очевидно, блядь А, все-таки не встречались Ну, Ангела Меркель по этой логике, она точно агент ФСБ Потому что она встречалась с Путиным намного большее количество раз Чем Дональд Трамп Который, блядь, то-то встречался один раз, то ни разу не встречался Непосредственно с президентом Путиным Но что в итоге? Неужели Трамп действительно заверб... Ну да, но он мог как бы, блядь, встречаться Там по телефону говорить и что Ну то есть, блядь, Трамп встречался с Путиным Окей, означает ли это, что Путин успел его завербовать И теперь Трамп это агент ФСБ Сука, ну какой-то хохлиный детский лепят, ей-богу Ну, главы государств, политики, бизнесмены Они периодически встречаются друг с другом Да И что из этого следует? Что Трамп агент, блядь, Кремля? ...блокован ФСБ На самом деле, это не так важно Да и занавес над этой тайной вскроется... А, это не так важно Не так важно, Трамп агент ФСБ или нет Ну ладно К чему тогда весь этот гнилой пиздеж? Я думаю, через лет 50 или 100 Когда будут рассекречены архивы Главное, другое Он бизнесмен, который, сколько бы он этого не отрицал Имел и имеет связи с представителями российского олигархата Которые... Ну да, но связи с представителями южнокорейского Израильского и американского олигархата У Дональда Трампа намного больше Как бы он в Корее, видите, с башни воткнул свои Трамп Тауэр Там целый квартал, по-моему, он построил Наверняка там, возможно, тоже какая-нибудь коррупционная составляющая была Или еще что-то Но из этого, блять, не следует, что Трамп это агент южнокорейской разведки Или что он на самом деле кореец Просто ему, блять, сделали пластическую операцию Блять, волосы покрасили и все И очень часто с помощью денег решают политические задачи, поставленные непосредственно Владимиром Путином И я об этом рассказывал в этом видео Так что нет ничего удивительного в том, что Трамп, или как мы его называем, Донни Прическа Стал тем, кому Кремль оказывал разного рода поддержку Европейский союз фактически загнивает в отличие от Соединенных Штатов Но к чему это все? Как я сказал ранее, нет ничего такого Ну все, видите, Трамп хуесосит Евросоюз, поэтому он, блять, агент ФСБ Это же очевидно Чтобы оказывать внешнее влияние на те или иные события Более того, некоторые из вас могут даже восхититься тем, что Россия способна оказывать влияние на такие глобальные Ну на самом деле, в словах Трампа есть здравый смысл Почему? Потому что американская демократия существует 200 лет и только наращивает свое могущество А Евросоюз существует без году недели и уже, блять, умудрился там развалиться Поэтому, когда Трамп говорит о загнивании Евросоюза, это не то же самое, что советская какая-нибудь прахановская риторика про то, что Запад загнивает Это не то же самое Это скорее говорит о том, что Евросоюз, он не жизнеспособен, как политическое образование Потому что, ну, США это тоже продукт европейской культуры в какой-то степени Там отцы-основатели, они из Европы приплыли Так что они тоже европейцы Взгляните на это с другой стороны Кого именно поддерживает Кремль, используя бюджетные средства? Проще говоря, на кого обычно ставит Путин в геополитической игре? А, ну если Путин ставит в геополитической игре на Трампа и Юга Чавеса, покойного, то очевидно, что это агенты ФСБ, конечно, это факт Хохол все доказал Не, ну действительно, вы только взгляните на личности, которым Россия долгое время оказывала поддержку В том числе и финансирование из фермана российских налогоплательщиков Коррупционер и бывший зэк Виктор Янукович Ну, Янукович это, блядь, ставленник партии регионов, которая там, типа, за Россиюшку, за восточные регионы А кого Путин должен был поддерживать, блядь? Правый сектор, что ли? Сука, какие же тупые хохлы Ну, понятно, что Россия будет поддерживать те силы, которые наиболее комплементарны по отношению к России и ее внешнеполитическому курсу Это очевидно, все страны так делают Но из этого никак не следует, что Трамп это агент ФСБ Господи, вот Как бы тупой хохол рассуждает о вопросах геополитики, блядь Типа, вот, посмотрите на Януковича, он был коррупционером Ты, блядь, сравни, сколько была гривна к доллару, блядь, при Януковиче Сколько сейчас, при Порошенко и Зеленском И утрись Включил от России 15 миллиардов В итоге сбежал, хотя для предотвращения событий на Майдане Ему достаточно было уволить несколько сотрудников полиции и администрации президента Я об этом тоже рассказывал Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо Я был один, совсем один Они толпы негодяев с пушками, базуками, вертолетами Я, давай, раз, второго, два Эва Моралес получил больше двух миллиардов долларов от России О, еще один агент ФСБ, блядь, Эва Моралес Все, старые законспирированные агенты Коминтерна, короче, приходят к власти Кремль снова инвестировал в явно одаренную личность Эва сидел на посту президента уже третий срок И на четвертый хотел пойти, используя фактически магию Когда боливийский избирком подсчитал 8 Они вместе с Трампом учились в одной и той же школе Коминтерна Их учили делать эти самые, блядь, растяжки И создавать подпольные типографии, чтобы, блядь, коммунистические листовки печатать 50% голосов стало ясно, что будет второй тур, где Моралес может и проиграть И тут вдруг избирком перестал публиковать какие-либо данные А на следующий день просто показал готовый результат По итогам которого Моралес одержал сокрушительную победу Нельзя голосовать больше двух раз В Венесуэлу с ее Угучавесом и Нигаламадуро ушло 17 миллиардов долларов Президент Угучавес призвал соотечественников мыться не больше трех минут Теперь же он агитирует ходить в туалет с фонариком Друзья мои, держите фонарик на ночном столике И когда просыпаетесь в три часа ночи, берите его с собой в туалет, сказал президент Но как же он обругал Да, потому что экономика должна быть экономной, как завещал Леонид Брежнев, блядь А еще можно вообще не мыться У того дома аж 30 лампочек Прямо сейчас в Чехии еще один соратник Владимир Вот почему маргинал так редко моется, он экономит воду Путина Андрей Бабиш может уйти в отставку из-за коррупционных скандалов И если вы проанализируете всех, кому Россия оказывает ту или иную поддержку Вы поймете, что это... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok